Создание территории опережающего развития стало главной темой прошедшего экономического форума. В крае таких планируется три. Это район Ангара-Енисейского кластера, Красноярская агломерация и Норильский промрайон. Предложение по развитию последнего на форуме внесло руководство Норильского никеля. Все подробности у Станислава Карповича. Мы вам хотим дать на память наш сибирский снежок, чтобы вы выпустили и вспоминаем их. Если вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу о прошедшем кэфе, в случае чего напомнит хруст снежка, то для остальных его участников он запомнится прежде всего как стартовая площадка для проекта «Территория опережающего развития». Эта тема стала ключевой на форуме. В рамках подготовки предложений к проекту Норникель представил концепцию формирования нового промышленного кластера на Таймыре. Как заявило руководство ГМК, она предусматривает определенную поддержку государства. Нужны специальные условия для инвесторов и ведение бизнеса, создание необходимой инфраструктуры, минимальное количество административных барьеров и льготное налогообложение. В этой конструкции мы можем двигаться с разной скоростью. Можем делать это ускоренно, используя механизм поддержки, который нам может предоставить статус «Территория опережающего развития». А если такого рода поддержки не удастся в полном объеме получить, то это может сказаться на сроках выполнения. В развитии Таймыра заинтересован не только Норникель, но и другие компании. В проекте, представленном на форуме, говорится, что вложения потенциальных инвесторов в территорию опережающего развития на Таймыре могут составить 5 миллиардов долларов, а рост налоговых платежей увеличит доходы краевого бюджета до полутора миллиардов долларов в год. Норникели уже планируют удвоить объемы геологоразведки, но считают, что компания, первооткрыватель месторождения, не должна выкупать лицензию на его разработку на открытом аукционе. Наша позиция. Вопрос не решен на том, что идет обсуждение закона о недрах в Государственной Думе. Нам казалось справедливым для того, чтобы геологоразведка пошла вперед, чтобы компания, которая обнаружила такое месторождение, поставила его на баланс, получила бы право его разработки на основе права первооткрываемого. Развитие заполярного филиала в приоритете Норникеля. Так, к 2018 году здесь планируется увеличить добычу руды до 18,5-19 миллионов тонн с нынешних 16,5 миллиона. Инвестиции в одно из ключевых месторождений, Талнах, составят 800 миллионов долларов в ближайшие 4 года. Разработанная Норильским никелем концепция развития Таймыра, как территория опережающего развития, может стать моделью и для других регионов страны. Станислав Карпович, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.